В эфире канал АПС информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Неработающим пенсионерам Крайнего Севера оплатят проезд к месту отдыха в Крым. 18 марта 2014 года Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. С этого момента законодательные и нормативные правовые акты России действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. В соответствии с действующим законодательством неработающие пенсионеры, получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно один раз в два года. Таким образом, неработающие пенсионеры могут обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда России за компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на всей территории РФ, включая территорию Республики Крым. Весна обнажает в Архангельске многие проблемы, прежде всего коммунальные, и вместе с тем активизирует работу соответствующих служб, ведь большинство строительных ремонтных мероприятий можно и нужно проводить с наступлением тепла. Дороги и дворы, строительство жилья и бань, школ и детских садов требуют финансирования. На что, в первую очередь, должны быть направлены деньги из бюджета Архангельска? На мой взгляд, в Архангельске надо бюджетные деньги тратить на ремонт дорог. Этой весной на устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия мэрия Архангельска выделила более 31 миллиона рублей. Около 80 миллионов рублей предусмотрено в городском бюджете на текущий ремонт с укладкой нового покрытия. И это при том, что изначально запланированные на дороге средства в размере около 700 миллионов рублей область у муниципалитета забрала вместе с программой Архангельска как административного центра. Но даже в таких условиях мэрия от своих полномочий и обязательств перед горожанами не имеет права отказываться. Все полномочия одинаковые, их надо исполнять. Но в ряду этих полномочий некоторые бывают более актуальны, вот в текущий момент некоторые менее актуальны. Для жителей города наиболее важным кажется то, что город весной становится непроезжим. Конечно, будет спрос за финансирование на эти отрасли, на дороги и дорожные движения, на дворовые территории, на те коммунальные проблемы, которые привели к тому, что город весь лужами залит. Денег, как всегда, мало на эти цели выделено и больше не позволяет состояние бюджета города Архангельска. Поэтому сегодня, видимо, для города главным будет являться выдержать сроки, выдержать вот эти объемы финансирования и найти очень скромные финансы, сделать максимальный объем возможного. Протяженная, израненная дорожная сеть требует серьезных вложений, равно как и вся коммунальная инфраструктура. Водопроводы, ливневки, канализация нуждаются не просто в замене отдельных участков, а в полной модернизации. Надо старые сети давно менять, потому что сколько годов мы живем, тут ничего не меняется. Как построили где-то там в 80-х годах, так оно все и стоит. Прочистку ливневой канализации муниципальные предприятия проводят с применением современной дорогостоящей техники. Но эта мера позволяет лишь избавиться от луж. А что делать с трубами, с авариями, которые водоканал устраняет за нерадивых строителей, повредивших водопроводы? Ведь деньги на это идут бюджетные. Вопрос упирается в закольцовку системы водоснабжения центральной части Архангельска, которая бы обеспечила бесперебойное водоснабжение жителей даже в случае ЧП на сетях. Однако инвестиционная программа водоканала в правительственном области не утверждена. Мэрия продолжает в одиночку вытаскивать из ямы убыточное предприятие, а с ним и коммунальную инфраструктуру города. А ведь сотни миллионов рублей нужно выделять из бюджета и на решение другой проблемы. Бюджетное средство надо в первую очередь по расселению из ветхого жилья. В центре такие дома стоят с подпорками. Улица Свободы и Ломоносова 169, Свобода 16. В первую очередь надо эти дома снести и строить социальное жилье. Расселение ветхого и аварийного жилья и строительство нового – приоритеты, которые обозначены президентом страны. Однако надо понимать, что при годовом бюджете Архангельска менее чем в 7 миллиардов рублей, работа эта не может идти быстрыми темпами. Мы каждый год строим, переселяем людей, но кроме этого есть уже полторы тысячи, там уже побольше, наверное, 1700 судебных решений. То есть уже из той очереди, которая у нас есть и требует расселения людей, есть уже своя очередь по исполнению судебных решений. Я не раз обращался по этому поводу в правительство области, но, к сожалению, помощи в этом плане нет. Поэтому мы даже в рамках такого сложного бюджета предусмотрели пока 50 миллионов рублей и будем смотреть еще возможные варианты дополнительных средств. Варианты, которые находит мэрия Архангельска – это и расселение граждан из ветхого жилья за счет застройщиков, которым выделяется земля, и исполнение судебных решений, когда гражданам выделяются не квадратные метры, а деньги, и привлечение федеральных средств на строительство социального жилья. На Конзихинской, помимо трех уже построенных домов, муниципалитет планирует возвести целый микрорайон. Касается это и Цыгламени, и поселка Кирпичного завода. Поддержка региональной и федеральной власти в этом вопросе значительно ускорила бы решение задачи. Алексей Карельский, Илья Сумароков, Панорама Севера. Из трехнедельной поездки в Америку вернулась котловская делегация. Десятиклассники Данила Осминин и Анна Митянина в сопровождении преподавателя английского языка Анны Лобановой ездили по обмену в рамках котловско-ваттервильской дружбы. Плюсы и минусы заокеанской жизни в сюжете наших котловских коллег. Это была традиционная поездка котлашан на Дни русской культуры в побратим котловсам Ваттервиль. Побывать за океаном каждый год стремятся сотни котловских школьников, но везет не всем. К примеру, Анна Митянина и Даня Осминин в конкурсном отборе участвовали дважды, и только в этом году им повезло. На три недели они окунулись совершенно в другой мир. Мы ходили по школам по-разному, мы вели мастер-классы, мы у нас постоянно ужины, были вечеринки какие-то с членами комитета. Мой мастер-класс был посвящен русской даче как хобби, что ли русские люди делают на даче, им это было очень интересно посмотреть, как мы делаем из самых разнообразных подручных материалов, из бросового материала, самые красивые вещи на даче. Ну а ребята рассказывали о русских школах, вот Аня в частности, а Данила рассказывал о спорте в России и в Котласе. Наших ребят приятно удивил уровень жизни американцев, но даже за столь короткое время они заметили, насколько слабое там образование. Там учиться намного проще, их образование очень легкое. Если бы они приехали сюда, то они бы здесь не смогли учиться. То есть учиться нужно однозначно в России, образование здесь намного лучше. Американские подростки сами выбирают себе предметы, которые хотят изучать. Поведение на уроках и даже посещаемость отданы на откуп ученикам. У них также подорваны дисциплины класса, то есть они сидят, что хотят на уроке, то и делают. Они могут поиграть на ноутбуке, принести его с собой. Они могут есть на уроке, никого не спрашивать. Они могут просто выйти и прийти в конце урока. Это у них, как называют, в порядке вещей. Наше личное мнение, что они к образованию относятся несерьезно. Но на этом их знакомство с Америкой не закончилось. Была еще одна замечательная неделя в Нью-Йорке. За неделю Котлашане успели побывать в Рокфеллер-центре, в Музее естественной истории, в знаменитом магазине игрушек Шварц. Посмотрели игру лучших американских бейсболистов на стадионе Ситифилд. Попробовали настоящее бруклинское мороженое. Погуляли по Таймсквер. Нью-Йорк – это просто обалденный город. Неделю мы там были, и мне кажется, что мы обошли вообще весь Нью-Йорк, потому что мы уходили из дома в 8 утра, а иногда мы приходили домой в 11 вечера. Трехнедельная поездка за океан обошлась ребятам в 700 долларов. Именно столько стоил перелет туда и обратно. Все остальные расходы по питанию, проживанию взяла на себя принимающая сторона, что, конечно же, добавило положительных эмоций и добрых воспоминаний от путешествия. В Архангельской области объявлен набор в строительный отряд на третью всероссийскую студенческую стройку «Поморье». Как и в прошлом году, она пройдет в городе Мирный, а также на первом испытательном космодроме Плесецк. Александра Горелова выслушала мнение жителей нашего города относительно современного движения строительных отрядов. Это хорошо, потому что дает возможность студентам заработать какие-то наличные средства, получить опыт, который пригодится в дальнейшем при устройстве на работу. Поэтому считаю, что необходимо их поддерживать и как минимум оставить. Я сама отношусь к этому положительно, потому что молодежь должна чем-то заниматься. Но сама я там не была, но было бы довольно интересно, поскольку еще и деньги зарабатывать. Студенты овладевают множеством навыков полезных, которые потом пригодятся и в повседневной жизни, и в работе. Ну, в общем-то, я не изжиминусов, почему нет. Если это помогает чему-то, и при этом студенты находят каких-то единомышленников, друзей, с которым интересно. Я считаю, что это хорошее дело. Ну, что, люди там чем-то заняты? Молодежь, да? Да? Заняты, занимаются, не до рука ходят, валяют. Экспертом нашей сегодняшней рубрики выступит директор штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области Григорий Ковалев. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что из себя представляет сегодня штаб молодежных трудовых отрядов? Ну, рассказывая про штаб молодежных трудовых отрядов, нельзя не упомянуть про общероссийскую организацию, российские студенческие отряды, которые в этом году празднуют свое 55-летие. За эти 55 лет было сделано очень многое, были очень серьезные проекты. И, конечно, основная часть из них была в Советском Союзе. Конечно, БАМ никогда бы не построился без студенческих отрядов. Сейчас масштаб движения немножко поуменьшился, но качество с каждым годом растет и растет. И, наверное, одним из флагманских проектов сейчас является всероссийская студенческая стройка. Но вместе с тем нельзя не сказать и о студенческом отряде «Гандвик», впервые в истории вообще Российской Федерации отправленный за пределы, точнее, в Русскую Арктику, для работы в Русской Арктике, и многие-многие другие проекты. Штаб молодежных трудовых отрядов – это коллектив молодых амбициозных людей в возрасте 18 лет, которые могут найти себя по специальностям как строительного профиля, так и педагогических, так и отрядов проводников, и многих-многих других направлений. Сейчас мы не привязываемся к каким-то определенным направлениям. Их достаточно действительно много, и каждый себя может в этом движении найти. Скажите, а вот конкретно на стройку Всероссийскую поморья кого набирают и куда обращаться? Всероссийская студенческая стройка, чтобы в нее попасть, надо студенческому строительному отряду в масштабах страны принять участие в конкурсе. Любой регион может заявиться, любой регион может поучаствовать. И не все так просто с этим статусом. Вообще всего на территории страны сейчас планируется только в течение 2014 года реализовать всего шесть всероссийских строек. Мы одна из них. А насколько тяжелая работа там? Какое там вознаграждение, наверное, есть? В студенческих кредах всегда есть вознаграждение. Этим мы и отличаемся от каких-то других направлений молодежной политики. Сейчас планируется, что заработная плата стоит не меньше 25 тысяч в месяц, но в зависимости от выполнения объемов работ. Вариантов очень много. И часовой рабочий день она разнится. И многое влияет на заработную плату, но минимум будет 25 тысяч рублей. Этому требованию мы будем стараться следовать. Работы будут проходить всероссийские стройки в этом году на космодроме Мирный. На космодроме, вернее, Плесецк, на единственном космодроме нашей страны. И ребята будут работать как на объектах инфраструктуры космодрома, это непосредственно второй микрорайон города Мирный, так и на стартовой площадке Ангара. Скажите, насколько я знаю, вообще всероссийская стройка с 2012 года. В этом году какие-то изменения предусмотрены? Да, во-первых, увеличение численности. Если в прошлом году у нас работало 160 человек, то в этом году уже минимум 250. Уже есть соглашения на этот счет. Уже есть определенные договоренности. Кроме того, мы полностью концентрируемся в этом году на подрядчике спецстроя России, который с нами уже подписал соглашение и видит вот такую линию работы именно со студенческими отрядами. Ну и, наверное, самая неожиданность большая будет для ребят, когда приедут они на нашу, как всегда, компактную всероссийскую стройку, это расстояние между основными объектами. То есть стартовый комплекс Ангара, на котором будут работать ряды, и второй микрорайон, они в достаточном удалении. Но мы сейчас решаем эти проблемы. Все равно стройка должна быть единая, общие мероприятия должны проходить совместно. И, конечно, все мероприятия, открытия, стройки, турниры, футбольные турниры, спортивные и иные турниры, торжественные вечера и множество других комиссарских мероприятий, они должны быть общими, они должны разделяться по стройке в разных местах. Ну что ж, пожелаем вам удачи. Спасибо большое, Григорий. Напомню, гостем в рубрике «Тема дня» был директор штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области Григорий Ковалев. Добавлю, для того, чтобы попасть в ряды бойцов стройотрядов, необходимо заполнить анкету на сайте штаб29.рф или подойти в областной штаб молодежных трудовых отрядов по адресу улица Шубина, дом 9, офис 101. Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Ректором Северного государственного медицинского университета выбрали исполняющую обязанности главы ВУЗа Любовь Горбатову. Помимо нее, кандидатом в ректоры был зарегистрирован заведующий кафедрой семейной медицины и внутренних болезней Владимир Попов. В ходе сегодняшней выборной конференции оба кандидата представили делегатам из состава студентов и преподавателей свои программы развития СГМУ, а также ответили на многочисленные вопросы собравшихся, после чего состоялось голосование. Его результаты – 106 голосов, отдано за Любовь Горбатову, 85 за Владимира Попова. Теперь итоги выборов должны быть утверждены в Министерстве здравоохранения России. Ожидается, что это произойдет к началу майских праздников. Архангельскую область в прошлом году посетили более 377 тысяч человек. В пятерку самых популярных территорий вошли Архангельск, Приморский, Устьянский, Вельский, Каргопольские районы и Соловки. Два областных проекта – Каргополье и Устьяны – выиграли конкурс на получение из федеральной казны полутора миллиардов рублей для развития туризма. Региональное управление по торговле и услугам населения информирует руководители предприятий и предприниматели Архангельска о возможности проведения в День работника торговли 26 июля, чествования и поощрения лучших продавцов. В рамках мероприятия предлагается также провести смотры и конкурсы профессионального мастерства с участием молодежи и ветеранов отрасли. Нормативные документы для подготовки наградных материалов можно посмотреть на сайте правительства Архангельской области в разделе «Ведомственные награды». Петергоф. Первая мировая прелюдия трагедии. Так называется экспозиция, монтаж которой завершается в гостиных дворах. Уникальный передвижной выставочный проект открывает череду мероприятий, посвященных столетию начала Первой мировой войны. Раритеты из Петергофского собрания увидят в трех российских городах. Архангельск в этом списке первый. Вот эти маленькие педали на своем трехколесном велосипеде, одном из многих, крутил цесаревич Алексей. Именно в Петергофе обнаружилось. Наследник престола болен гемофилией. Каждое лето венциносные Романовы проводили в своей любимой резиденции. Этот зал словно приоткрытая дверь в приватную жизнь императорской семьи. От Петергофа семейного к парадному его фасаду. Дипломатические сувениры и строгий придворный этикет. Это макет яхты Александрия. На ней встречали высоких гостей Петергофа. Это как бы элемент дипломатического церемониала. Вот каждая яхта имела свой яхтенный сервиз. И мы показываем на нашей выставке фрагмент яхтенного сервиза с императорской яхтой Александрия. Он достаточно строгий по своей отделке. Самое интересное здесь герб Александрии. Меч, на который надет веног белых роз. В царствовании Николая II в Петергофе побывали главы почти всех государств, армии которых позже столкнутся на фронтах Первой мировой. Здесь же венциносец узнает, что Германия объявила России войну и подпишет указ о всеобщей мобилизации. Большая часть экспозиции о военных судьбах империи и самих Романовых, их личные вещи из вагонов императорского поезда, в котором был подписан акт об утречении последнего российского самодержца. Вот этот бронзовый письменный прибор из дорожного кабинета царя, а этот, серебряный, принадлежал императрице Александре Федоровне. Они достаточно строгие, они достаточно продуманные, функциональные, практичные, хотя, конечно, они не лишены аристократического лоска. Это драгоценный металл, это тонкая работа. И в этом смысле здесь, конечно, сочетаются и ступени иерархии, на которой стоит император, и все-таки практические функции. Уникальный артефакт Петерговской коллекции из того самого императорского поезда – сабля Николая II. На ней клеймо – знак немецкой фирмы «Работа конца XIX – начала XX века». Выставка «Петергов. Первая мировая прелюдия трагедии» откроется завтра. Новые впечатления о трудной для человечества эпохе – войн и революции XX века – организаторы экспозиции обещают каждому зрителю. Елена Матвеева, Сергей Минин, Панорама Севера. Сегодня чистый четверг. Православный мир продолжает готовиться к празднованию Пасхи. В этот день прибираются в доме, красят яйца и готовят куличи. Этот обрядовый хлеб – главный атрибут пасхального стола – уже начали выпекать и мастера предприятия «Архангельск хлеб» Елена Матвеева о куличах, приготовленных по всем правилам. На всякое благое дело есть молитва о получении прошения. Сейчас такая слышна в цехах предприятия «Архангельск хлеб». Отец Игорь мерно совершает молебен, а после благословляет пекарей на приготовление пасхальных куличей. Особая радость и благодать освещается сырье для будущего сдобного угощения. Пасхальный кулич символизирует память о том, как Иисус Христос после воскресенья принимал пищу вместе со своими учениками. Люди стали выпекать для себя куличи. Почему? Потому что дом, семья являются малой церковью, и они достойны и, естественно, заслуживают вот такого Божьей благодати. И когда мы имеем на столе своей пасхальный кулич, то мы верим, что в нашем доме невидимо присутствует сам воскресший Господь наш Иисус Христос. Кулич должен быть румяным снаружи и воздушным внутри. Самый важный этап – приготовление опары. В тесто добавят также цукаты, изюм и мускатный орех. На «Архангельск хлебе» используют рецепт, проверенный временем. Это очень высокорецептурное сдобное тесто. В него уходит мука, сахар, дрожжи, соль, молоко, яйцо и творог. Это очень длительный процесс. Мы также ставим опару, а потом замешиваем тесто. Праздничное оформление кулича – особое искусство. Белоснежные шапки из глазури украшаются кондитерской посыпкой и цветным сахаром. Будут и вафельные цветы, марципановые яйца. Фигурки ангелов и буквы из белого шоколада. Всего на «Архангельск хлебе» к Пасхе испекут почти 30 тысяч куличей. Вот от таких нарядных крошек до полукилограммовых пасхальных хлебов. Елена Матвеева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. 18 и 20 апреля телеканал ПС транслирует одно из ярких и значимых событий в спортивной жизни Архангельска – ежегодный открытый городской турнир по волейболу памяти Юрия Медуницына. Турнир пройдет уже в 12-й раз. Как и прежде, на спортивных площадках в бескомпромиссной борьбе встретятся самые лучшие мужские и женские команды города и области. Не обойдется турнир и без команд гостей. Начало прямых трансляций волейбольного турнира памяти Юрия Медуницына на телеканале ПС и сети виза репортала «Правда Севера» 18 апреля в 18.15 и 20 апреля в 13 часов. В Новодвинске стартовал чемпионат Архангельской области по баскетболу среди мужских команд. В рамках регионального турнира 12 апреля на базе спортивного комплекса детской и юношеской спортивной школы состоялась первая домашняя игра. Новодвинские баскетболисты принимали у себя на площадке северодвинский коллектив «Севмаш». Подробности игры в репортаже Нины Стадульской. В этом сезоне новодвинская команда «Анна в зеленой форме» вернулась к историческому названию «Двина». Произошли некоторые изменения и в составе игроков нашего баскетбольного коллектива. Правда, основной костяк все же составили известные спортсмены, которые вот уже много лет защищают честь Новодвинска на городских и областных соревнованиях. Ряды опытных баскетболистов разбавили молодые ребята, воспитанники новодвинской спортивной школы. Это подопечные Юрия Михайлосова, Абдуллы Касумова, Сергея Баца и Юрия Кашеварникова. Спортивный уровень этих ребят позволяет им наравне играть со взрослыми баскетболистами, и быть полноправными игроками сборной команды Новодвинска. Усилил состав коллектива и еще один спортсмен Максим Неманов. Он выступает по 13 номерам. Максим приглашенный игрок. Уже несколько лет он живет в другом регионе. «Я живу сейчас в Дереке-Новгород, переехал уже два года. Но ребята меня помнят. Я их тоже за любимый новодвинска, за любимую новодвинскую команду. Мне всегда приятно поиграть, выйти. Поэтому как только приглашаю, и все. Ну ладно, на игру пока». Встреча новодвинской команды с баскетболистами Севмаша была динамичной и зрелищной. Оба коллектива показали на площадке профессиональную игру. Лидерами первой четверти были хозяева. Спортсмены Двины не переставали радовать своих болельщиков красивыми и, самое главное, успешно реализованными двух- и трехочковыми бросками. «Игра очень напряженная. Это старые извечные соперники новодвинска и Северодвинска, которые всегда ведут свою игру в бескомпромиссной борьбе. Соперники друг друга очень хорошо знают и никакой разведки нет. Поэтому они сразу же в первых минут взяли высокий темп, как одна команда, так и другая». В середине третьей десяти минутки был небольшой переломный момент, когда северодвинсам удалось сравнять счет. Но ненадолго. Хозяева тут же снова вырвались вперед. С каждой минутой страсти накалялись все больше и больше. «В этом году осенью у нас был очень большой успех. Впервые с 71-го года баскетбольный клуб Новодвинска выиграл Кубок Арканской области. Это, я не знаю даже с чем сравнить такой успех. Сами понимаете, такой маленький город одержал такую значимую победу. И теперь у всех очень большое желание у нас выиграть». Борьба действительно шла до последних секунд встречи. Все надеялись на то, что Новодвинская двина выиграет первую домашнюю игру. Однако в последний момент северодвинцы вырвались на два очка вперед. Изменить ситуацию в нашу пользу, к сожалению, уже не получилось. 64-66 – таков исход игры. Обидное поражение. Но огорчаться не стоит. Ведь чемпионат области по баскетболу продолжается. И уже 19 апреля в спортивном комплексе детско-юношеской спортивной школы состоится вторая домашняя игра. В 12 часов дня Новодвинская двина встретится с одноименным баскетбольным коллективом из Архангельска. В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 18 апреля доллар США 35,93 рубля, евро 49,73 рубля. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». Сразу после нашего эфира на канале ПС программа «В центре внимания. Вопрос священнику». Гость студии – настоятель Свято-Троицкого храма Архангельска Протеерей Алексий Денисов. Звоните в прямой эфир по телефону 639-717 и задавайте волнующие вас вопросы. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Лариса Истомина. До встречи. Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд – австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона Труд. Новодвинск. Магазин «Меркурий». Здравствуйте. Это прогноз погоды на телеканале ПС. Вот и он. Конец недели. Пятница – как Новый год. Только скоро понедельник. Быстро Новый год пройдет. Итак, о погоде на 18 апреля пятница в Архангельской области. В Котласе плюс 11. Ясно, ветер слабый. В Плесецке пасмурно. И температура воздуха плюс 10. Ветер умеренный. В Вельск, как обычно, ясный и теплый. Плюс 12 на термометрах. И о погоде в Архангельске. Утром пятницы в нашем маленьком уютном городке. Плюс 7. Небо чистое, ясное, безоблачное. В общем, как ни назови, благодать. Ветер слабый. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 12. К сожалению, пасмурно. Вечером также пасмурно. Дождь и температура опустится до плюс 7. Хорошо, что вечером дождик, а не водопад. Хотя я бы... Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже слишком просты. До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин